Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я снова пришла делать стрижку своим томатом в теплице. В теплице номер один, в которой я выращиваю томаты для получения раннего урожая. И я хочу вам рассказать про... Не знаю как объяснить... Вот я называю это медосмотры томатов. Вот про то, как нужно проверять, не появилась ли фитофтора. Каждый раз, когда я прихожу обрезать листья, делаю это примерно раз в неделю. Вот на прошлой неделе, когда я обрезала, я показывала. А сейчас вот у них образовываются все новые кисти. Вот эти созрели, следующие завязали. Значит я поднимаюсь все выше и выше. Тут хотя бы не созрели, но все равно следующие кисти завязываются. Я убираю листья все выше и выше. Но убирая вот эти самые листья, я не просто их складываю и выбрасываю. Я именно проверяю их на наличие заболевания. Потому что все вы знаете, что первые признаки фитофторы у нас где? На обратной стороне листа. Когда я обрезаю, я обязательно переворачиваю листик и смотрю обратную сторону листа. Нет ли здесь каких-то пятен, бурых каких-то или налетов, таких заплесневений. Если все хорошо, значит вот на сегодня медосмотр пройден. Сегодня я проверила все листья. Нет ни одного признака фитофторы. А почему я начинаю уже проверять? Потому что томаты эти у меня растут здесь уже два месяца. Пошел третий месяц, как я их высадила. Вы видите, что много уже спелых сортов. Я завтра выберу время. И про каждый сорт, который поспел у меня в первую очередь, есть вот очень дружно спеют. Я вам буду рассказывать подробно. Но почему я начинаю именно уже осмотр на фитофтору? Потому что, еще раз повторюсь, здесь они уже два месяца. И по идее они уже взрослые, вполне сформировавшиеся кусты. Если бы посчитать, как были бы они в открытом грунте, это уже примерно был бы август месяц. Вот как мы высаживаем в июне, июль-август. Два месяца, да. И в это время, в таком возрасте у томатов уже может появиться фитофтора. А особенно в теплице фитофтора появляется намного чаще, потому что здесь все-таки замкнутое пространство. Здесь нет такого проветривания, как нам хотелось бы, как им хотелось бы, томатам. И возможно здесь условия такие, что может... Но я каждый раз предполагаю, что фитофтора может появиться. Поэтому листья проверяю. И советую всем вам во время каждой вот такой плановой обрезки листьев переворачивать лист на обратную сторону и посмотреть, нет ли там пятен. Если только появляются пятна от фитофторы, значит мы срочно начинаем делать обработку различными препаратами от фитофторы. Но вот у меня никаких пятен нет. Все томатики хорошие. Вот прям русские колокола красавцы. Значит, завтра или послезавтра очередную обработку я буду делать не от фитофторы, а от вредителей. Буду делать раствор, буду обрабатывать и все вам тоже покажу, как я буду это делать. Томаты уже взрослые, очень хорошие. Прям радуют и дружно спеют. Но им нужна, конечно, наша помощь все-таки. Я вот боюсь сейчас, что в этот период могут напасть вредители. Тут же бывают всякие какие-то и черные мошки, у кого-то заводятся белокрылки и паутинный клещ. Я хочу обработать, буду варить раствор, золы с хозяйственным мылом и буду завтра все, завтра, а может послезавтра опрыскивать. Все, до свидания. Вот это промедосмотр, который я провожу еженедельно своим томатом. Осматривайте листья, пятна на листьях это первый признак, первый звоночек, значит не все нормально в вашей теплице. До свидания.